Резкая смена погоды, испытания даже для здоровых и для метеозависимых людей – это скачки давления, головные боли, ноющие суставы. Словом, обостряются все хронические заболевания. К тому же ОРВИ никто не отменял. Во всех больницах республики уже действует карантин. Как уберечься от болезни, их последствия узнавали мои коллеги. Если вы еще не болеете гриппом, тогда мы идем к вам. И не с пустыми руками, а с набором самых необходимых средств в период роста заболеваемости. Это медицинская маска. Носить ее нужно в местах большого скопления людей. И не забывайте, что менять ее нужно каждый час. Обязательно проветривайте помещение. Чаще мойте руки с мылом. И дезинфицируйте предметы моющими средствами. Как уберечься от гриппа, вы знаете. А вот что делать, если симптомы болезни все-таки появились? Первое, что должен знать человек, это как нужно снизить самому температуру. И что аспирин мы не рекомендуем использовать. Рекомендуем использовать парацетамол. Хотя бы тот же банальный парацетамол, который многие знают. И после того, как человек заболел, он обязательно должен обратиться за медицинской помощью. Потому что есть разные течения болезни. Некоторые пациенты уже нашли свой способ борьбы с ОРВИ. Чтобы не болеть, мы кушаем лук, чеснок больше всего. Занимаемся физкультурой, катаемся на коньках. У меня внуки приезжают, и мы с удовольствием катаемся на коньках. Здоровый образ жизни нужно вести. Тогда не будем болеть. В республике растет количество больных гриппом и ОРВИ. Только в столице зарегистрировано больше трех тысяч случаев. Большая часть из них – дети и подростки до 17 лет. Введен режим ограничительных мероприятий и в нашем учреждении. Но это значит, что отдельный прием ведется для больных, которые болеют гриппом и ОРВИ. Это на строгое соблюдение санитарно-эпидемического, противоэпидемического режима в учреждении. Введем режим ограничения посещения стационара больных. Тяжело больным допускается только наш это по отдельным выпускам. Если ОРВИ – болезнь предсказуемая и методы лечения многим известны, то у метеозависимости нет четких очертаний. Это скорее совокупность факторов – хронических заболеваний, наследственности, возраста. В норме смена погоды вызывает сонливость, смену настроения. А вот выраженный дискомфорт говорит о повышенной метеочувствительности. Повышается давление, снижается сердцегиение, учащение. Суставы болят очень. И на раз даже подняться невозможно. Таким людям мы рекомендуем в дни повышения или понижения атмосферного давления поменьше заниматься тяжелым физическим трудом, отдыхать, принимать успокоительные препараты, пустырник, валерьяну. И провести этот день опять же не дома в заперти, а пойти погулять на свежем воздухе. Несмотря на скорое потепление, расслабляться не стоит. Ведь впереди крещенские морозы. А это значит, что необходимо быть предельно внимательными к своему здоровью. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика.